Почти каждый саратовец этот участок улицы Соколовой знает в летний период именно таким. Раскопки здесь проводят в Т-плюс. И у жителей города уже возникают сомнения, может быть, они здесь склад ищут. На самом деле, похожая ситуация на многих оживленных магистралях в центре города. И это создает серьезные затруднения для людей. Этот участок улицы Соколовой каждый год вы перекрываете на несколько месяцев. Вот сколько здесь еще будут вестись раскопки. О том, что мы ежегодно закрываем один и тот же участок дороги, это несколько не так. У нас велась масштабная реконструкция термомагистрали, начиная от МВД. И в прошлом году мы закончили участок между Университетской и Железнодорожной. И это уже завершающий этап перекладки масштабной по улице Соколовой до улицы Рахова. Значит, между улицами Железнодорожной и Танкистов. То есть, финализируя всю масштабную перекладку, в этом году мы этот процесс завершаем. Это же касается улицы Чапаева, Степана Разина и других. По словам Игоря Струкова, выполнить единовременно перекладку на участке протяженностью в полтора-два километра достаточно затруднительно. Поэтому обычно масштабные работы разбивают на несколько этапов. Масштабные перекладки и состояние перекопанного города у жителей больше сложилось с 2019 года, когда компания в большом объеме выделяет средства именно в тепловые сети для того, чтобы улучшить ситуацию и повысить надежность работы системы теплоснабжения городов Российской Федерации. Ну, действительно, жители правы, что ощущение складывается, что на одном и том же участке, потому что логистика транспорта, она несколько затруднена, за что мы, собственно, и приносим свои извинения за неудобства. Но это вынужденная мера, иначе повышение надежности сетей невозможно без ее перекладки. Вот приезжая на ваши такие объекты, на ваши раскопки, часто можно увидеть такую картину, что техника простаивает, люди сидят там в теньке, прохлаждаются. Почему так мало людей работает на объектах, и почему вы не отслеживаете их работу? Контроль за всеми объектами ведется, технологически связанные операции. Вот мы, например, видим, что на этом участке сейчас работы не ведутся, потому что ждут выноса коммуникаций подземных. Но в это же время производятся работы на всей протяженности ремонтного участка. Вот за улицей Московской ведутся, расставляется техника с другой стороны, потому что технологический процесс, там строительные конструкции, тут трубопроводы, тут земляные работы. То есть все это разложено по времени и по своему участку. Для повышения надежности работы системы теплоснабжения в целом коммунальщики используют метод внутриутробной диагностики, где с помощью робота выявляют наихудшие участки и включают их в программу. В этом году это шесть дополнительных зон. Отсюда и вынужденные задержки по срокам. Улица Шевченко – очередной объект реконструкции тепловых сетей. Здесь переложат почти километр трубопровода, а в двухтрубном – почти два километра. На участке от Горького до Чапаева замена теплотрассы произведена. Теперь здесь планируют укладывать асфальт. После ремонтных работ ваших кладут асфальт, и он проваливается. На самом деле такие случаи имеют место быть. В рамках гарантийных обязательств эти участки обязательно восстанавливаются. Ну а в целом на масштабных работах, где проводится реконструкция, под контролем проводится уплотнение как песчаной части, обратной засыпки, так и щебеночного основания. Ну и последующий контроль послойный и восстановление асфальт-бетонного покрытия. Теплотрасса на улице Симбирцево была в ужасающем состоянии, рассказывает нам представитель подрядчика саратовских тепловых сетей. По капитальному строительству на участке от Новоузенской до Шелковичной и немного дальше обыкновенную железную трубу поменяли на высокотехнологичную пенополиуретановую. Срок службы такого трубопровода от 25 до 50 лет. Школа рядом, да? Вот к 1 сентября, когда дети пойдут в школу, завершатся ли здесь работы? Несмотря на все сложности с поставками основных материалов от поставщиков ТОПТ-Плюс, с помощью нашего заказчика мы заканчиваем эту трассу, занимаемся уже, как вы видите, благоустройством. Песок насыпан. В ближайшие дни, до 1 сентября, будет насыпан щебень, закатан асфальт, и дети пойдут в школу по новому асфальту. Масштабные раскопки, ремонт тротуаров, отсутствие горячей воды в домах саратовцев – все это, безусловно, создает серьезные неудобства для людей. Однако повышение надежности сетей невозможно без ее перекладки, напоминают коммунальщики. И для предотвращения раскопок в зимний период, сейчас, в теплое время, работы нужно произвести по максимуму.